Но, если говорить о ситуации в России, то в России возникла очень интересная раскладка, потому что, с одной стороны, власть играла на поле антилиберальной пропаганды, проводя либеральную экономическую политику. И это как раз было главной фишкой, главной, своего рода, я бы сказал, такой вот хитростью или главной ноу-хау существующего в России политического режима. То есть мы можем говорить о том, что мы проводим социальную политику, мы будем державниками, государственниками, будем антизападными и так далее, и так далее. На уровне риторики, может быть, на уровне внешней политики. И именно благодаря этому можно получить поддержку населения и проводить неолиберальную внутреннюю экономическую политику, как ни в чем не бывало. Это было можно делать до тех пор, пока были ресурсы. Пока была дорогая нефть, пока можно было, в общем, что называется, откупаться от населения. То есть даже когда структурно проводились какие-то неолиберальные реформы, то, скажем, образование, здравоохранение и так далее, они были реструктурированы, но, по крайней мере, еще какое-то время туда давали деньги. То есть вы принципы работы системы меняете, но денег даете больше, и люди как-то не очень переживают по этому поводу. А потом наступил момент, когда деньги тоже перестали давать. И началось схлопывание вот этих вот отраслей. И в результате мы видим ситуацию, когда власть оказалась, как ни парадоксально, в неком не только стратегическом, но и идеологическом тупике. Потому что нужно соответствовать своей собственной официально приглашенной идеологии. То есть если вы пригласили антилиберальную идеологию, вы должны проводить антилиберальную социально-экономическую политику. Но беда-то в том, что эта идеология была провозглашена специально для того, чтобы данную политику не проводить, а не для того, чтобы ее проводить. То есть вы находитесь перед лицом некоторой развязки, и, зная российских политиков, я могу с уверенностью сказать, что они никакого выбора не сделают. Хитрость стоит в том, что их ключевая идея стоит в том, чтобы не делать выбор. Вот вам говорят, что вы на развилке, вы должны пойти направо или налево. Но ваша единственная цель – никуда не идти, никуда не двигаться. А кто им говорит это? Ну, жизнь говорит, да? Нет, ну, понимаете, ну, так сказать, этот самый всадник подъехал, всадник подъехал, так сказать, вот, и у него вот это стоит направо пойдешь, налево пойдешь, камень там все лежит. А всадник, значит, он вообще никуда ехать не хочет. Он вот, ну, расположился здесь, ну, не знаю, там… Слез коня, выпил. Слез коня, слез коня, да, растерял себе, значит, этот самый… Растерил себе какой-нибудь там коврик, значит, бутылочку достал, и, значит, все ему хорошо, никуда не надо ехать, ни направо, ни налево. Но беда в том, что потом придет дракон и скажет, ну, парень, ну, ты куда-нибудь все-таки поезжай, да? И дракон – это обстоятельства, да, в случае дракона – это жизнь. И, в общем, всадник все равно не будет никуда идти, он будет опираться, он будет кричать «не хочу», он будет делать вид, что едет, долго садится на коня, долго запрягать, там, поднимать коня на дыбы и крутиться на месте, все равно не поедет никуда, потому что этот всадник твердо знает, что единственное место, где ему хорошо, это там, где он не движется, да? И поэтому, по сути дела, я думаю, что российская власть будет просто так реально тихо соскальзывать в катастрофу, да, вот, тихо, постепенно, комфортабельно, спокойно соскальзывать в катастрофу, не делая никакого выбора, не принимая ключевых решений. Ну, принимая тактические решения, причем, более того, они тактические решения принимают очень изощренно, они-то очень хорошо умеют делать, они каждый раз тактически будут чуть-чуть выигрывать, не понимая, что ползут к стратегическому тупику. И я думаю, что в итоге, конечный итог, какой, да, будет? Во-первых, конечно, появятся новые силы общественные. Вы совершенно резонно видите сейчас, что этих сил вроде бы на поверхности нет. Но, понимаете, это как раз хитрость той политики, которая ведется не публично, потому что тот, кто слишком высовывается, тому голову отрывают первым. Поэтому вполне понятно, что какие-то силы, в том числе среди российских элит, среди чиновничества, в региональной бюрократии, они, естественно, сейчас сидят и выжидают момента, чтобы понять, что тут уже можно вылезать, да, уже можно вылезать с какими-то своими требованиями, проектами и так далее. А сейчас, пока эти силы сидят тихо, это, повторяю, прежде всего, скорее всего, региональные элиты, ну, пусть бушует Навальный, потому что кто-то же должен бросать вызов, кто-то же должен говорить, например, что министры давно уже всем надоели, что правительство хорошо бы отправить в отставку, что Медведев, в общем, уже никому больше не нужен. Пусть Навальный побушует, и пусть он сделает работу по, так сказать, расконсервации ситуации.